Приветствую, дорогие друзья! Находимся возле коробки аккумуляторного завода с наблюдателем Наталья. Она здесь, можно сказать, с самого начала активист против строительства аккумуляторного завода. Так вот, недавно прошел суд по Маше, которую человек избил возле... Вот здесь вот прямо это происходило. Вот эта будка охранника, и прямо возле него на глазах у мужчин, у людей... Значит, Дэн был в машине, Дэну поломали зеркало, да, тоже. Значит, был первый суд, ему за зеркало, значит, восстановили. Вчера был второй суд, будет еще третий суд. Значит, по второму суду вы сейчас из первых уст узнаете, потому что Наталья была на суде, она расскажет, как это происходило. Наталья, здрасте. Здрасте. Ну, вчера, значит, был суд. Был один этот наш товарищ, который избивал Машу. Он отказался от адвоката. Маша тоже отказалась. Ну, и, в общем, речь шла о том, что, в принципе, он свою всю вину признал, что он ее бил. Он, правда, лукавил, потому что у него... Маша ему говорила, что есть на видео, что вы даже плюнули мне в лицо. И лукавил в том, что у него сумка от компьютера была пустая, а то, что Маше опухла правая часть лица, там, да, по-моему, или левая, там, часть лица. Вот. Он, конечно, так про себя это все промолчал. Вот. Он был такой очень тихий, смиренный, такой весь пушистый. Вот. Сказал, что вчера на суде, что он, в принципе, даже больше защищал водителя, который приехал на этой машине, дабы, чтобы с ним не произошло никакого, какого-то там, несчастного случая. В принципе, мы вообще ничего не поняли, в чем шла речь. Но он был себя, почувствовал Бэтменом, спасителем. И вот он напал на Машу за того, что он решил спасти вот именно своего водителя. Так как ранее он сказал, что наши активисты задержали машину вместе с АБЭПом, и там был погрузчик. Ну, и это была вторая ситуация, и он уже просто защищал вот именно в плане того, что водителя. Так, что там он еще сказал? Ну, говорил, 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 ну, всякую... Ну, в общем... Он себя покрывал немножко, да, получается? Ну, было, да, такое, что он несчастный. Сказал, какая у него зарплата. Судья перед заседанием, да, вот, ну, когда, точнее, начал заседание, спросил у Маши. Где она работает, сколько у нее детей на иждивении. Маша сказала, что один ребенок инвалид, она находится по уходу. У этого спросили, сколько он получает денег, сколько он тратит в месяц. Ну, и судья его, конечно, пожалел. То, что у Маши ребенок лежит прикованный. И дали всего лишь 12 этих базовых. Это просто, как я вчера сказала, это просто ни о чем. То есть, это можно ходить, это можно ходить, всех бить, какого он погулял тогда в этот день. И, в принципе, даже его половину зарплаты это не перекрыло. Даже половину зарплаты, сколько ему назначили. Вот и все. Поэтому вчера Маша еще говорила, что этот товарищ было... Кроме вот этих административных дел, которые там были по превышению скорости, у него еще, оказывается, было какое-то неповиновение милиции, и он это уладил. Но судья не принял это к рассмотрению, так как у него не было на руках этих документов. Но Маша это вчера вот сказала на суде. Вот. Он еще нас, конечно, попросил, чтобы... Точнее, судью попросил, чтобы нас всех удалили с зала, потому что мы ему мешали. За дверями была с ним жена, как бы, поддержка его. Ну, и все. Ну, ушел он, конечно, довольный. Ну, конечно... А, еще был такой момент, когда судья говорит, что вы возьмите, примиритесь, как бы, вы хотели бы или нет. Маша сказала категорически, я не буду с ним идти на мировую. Так как был суд, вот этот первый суд, когда он там вот по этим вот, по зеркалам, по машине, по всему, когда показывали видео в суде, и когда весь зал сидел работников Айпаура, вот, когда показывали, как он избивал Машу, весь зал просто ржал. Да ты что, подожди. И ржал даже вот этот вот, вот этот, как мы его называем, кучерявый, да? Ты что, серьезно? Он просто, она говорит, он просто ржал, и она стояла, плакала. Вот когда она это рассказывала вчера на суде, и судье она это сказала. Что говорит, там, Верховный суд, вот, вы, как я могу, например, его простить, если когда показывали видео, они все мужики, когда меня били. Это сотрудники аккумуляторного завода смеялись. Да, они все стояли, смеялись, вот. И этот вот, который ее избивал, он так же само смеялся так, что прямо аж это, на 32 зуба. Вот и все. И она говорит, о каком прощении? Ну, и он такой, типа, стоит, такой, типа, несчастный, такой весь. Ну, все это наиграно было, то есть, это было так все. Спектакль. Я, Наташа, хочу спросить, вот ребята, когда одевали майки, они получали, поскольку? Расскажи эту ситуацию. Так, за снеговика получили 5 базовых, за то, что шарики Фесикова 30 базовых, за то, что... За воздушные шарики? За воздушные шарики, да, это было... Это за то, что на площади просто вышли шариками... Нет, Фесикова просто дала шарики, и каждый сам себе его надувал. Ну, у Фесикова они просто были в руке пакет с шариками, все. Пустые, даже не надутые? Не надутые. Она просто раздавала, и каждый, кто хотел, брал шарики, и надувал, и одевали на палку. А на шариках было слово жить написано? Были просто желтые, были просто... А я даже не помню, там, по-моему, даже жить не было. Просто желтые, по-моему, были. Честно, я не буду врать, но я не помню. И за это 30 базовых дали, которые люди отстаивали за чистый город? Учительницы наши дали, потом... А учительницы за что? Потому что она была на митинге, якобы на импровизированном. Вот когда люди приходят на площадь, это был... Я слышал, что она отдала всю свою зарплату за то, что она пришла на площадь и поддержала практически... А она и ходила, и будет ходить, так как у нее здесь, как она говорила, внуки проживают. И она совсем недавно из своей близкой родственницы хоронила мальчика 18 лет, который заболел онкоболезнью. Он, когда умер, она рассказывала, что у него были слезы на глазах, когда он лежал в гробу. И она это все видела. И поэтому, кто сталкивался, у кого есть душа, и кто вообще болеет за детей... И это вообще даже страшно врагу пожелать, и даже представлять страшно. Когда люди с таким столкнулись, то, в принципе, вот эти материнские инстинкты и отцовские инстинкты, они просто... ну, ничто по сравнению с тем, что там, например, кто-то хочет избивать или гнобить активистов. Это просто идет борьба за чистую среду. То есть у нас хотят забрать воздух чистый, еду и воду. Все, больше ничего. Это просто борьба за жизнь идет. Никакого здесь нету такого, что... Я никогда не лезла ни в какую политику, я не знала вообще абсолютно, что у нас творится, пока не коснулась вот именно здоровья моих близких. Все. Все. И я, Наташа, напоследок хотел бы сказать, расскажи, пожалуйста, тем людям, которые до конца, до последнего думают, что здесь вам за это что-то платят, вам что-то кормят, за площадь, за вот это... Вот ты здесь практически с самого начала. Вам что-то платят за это? Я могу так сказать. Все, кто знает меня, например, на протяжении жизни, я никогда не лукавила и никогда не была там очень хитрой, да, например. Я всегда говорила прямо в лицо, и это мои близкие, знакомые, все могут сказать. Значит, по поводу, что нам платят и нас еще и кормят, это все полная ерунда, потому что бывает, что сюда даже на варту приезжаешь, даже когда у тебя лампочка горит, то есть у тебя нет солярки даже. Но ты понимаешь, что если я это сейчас не сделаю, вот, например, кто, во-первых, это сделает? Я делаю это для своих близких, для своих родных. Потом, если мы, вот, например, брещане, не отстоим, вот, свое право на жизнь, вот, на чистый воздух, на все, если мы это не отстоим, просто вы сами подумайте, что вам потом придется продавать свои квартиры, если у вас немножко есть хотя бы, там, любви, сострадания к своим детям, вы соберете все свои пожитки, вы просто уйдете как беженцы отсюда, потому что либо вы здесь умрете через несколько лет, либо вы просто уйдете, ну, как, вот, как просто беженцы. И это намного будет потом сложнее решать эти все вопросы, там, с жильем, с трудоустройством и вообще. Вот я ходила по лесу гуляла, и люди садили лес вручную. Я смотрела вот эти окопы с войны, что вот-вот, возле областной больницы, где наши деды, наши, вот, все, родные защищали нас. А я говорю, вот, идешь и думаешь, ну, как, вот, вот, построили вот какой-то вот завод, и они хотят у нас все забрать. Для чего вот это надо было все тогда? Не посоветовавшись еще. Да, тем более они с нами не советовались. Вот для чего вот этот весь завод? Если смотришь интернет, он очень много говорит о том, сколько приносит даже молочно-мясная продукция вот эти фермеры, сколько они всего приносят, какие большие доходы идут в государство, и что по сравнению с этим заводом, и почему за этот завод так стоит наша власть, прямо вот так вот рогами впервшись вообще, и постоянно идет обман со всех сторон. Все. Просто обман. Спасибо, Литаша. Пожалуйста. Не могу.